Добрый день! Мне невероятно приятно сегодня стать частью этого мероприятия по двум причинам. Первая, потому что меня берет гордость, радость за то, что у нас в Украине создаются такие крутые, качественные продукты. Я такой большой патриот, пользуюсь украинскими производителями и это радует очень. И вторая такая важная причина, это то, что людей вообще объединяют ценности и ценность давать качественный продукт людям, это очень важно. Поэтому и самое главное, продавец должен научиться показывать ценности продукта своему клиенту. Это и будем с вами делать. И первое, с чего я хотела начать, меня зовут Юлия, в продажах я 20 лет, вся моя жизнь построена на продажах. 11 лет занимаюсь с тренингами, люблю обучать других людей, у меня это получается, поэтому поработаем с вами. Что хочу вас попросить? Пожалуйста, максимально интерактивно, я буду вам задавать вопросы, пожалуйста, отвечайте, мы с вами будем вместе выстраивать конкретные скрипты, речевые шаблоны, для того, чтобы вы могли выйти и уже завтра продавать свой продукт. То есть фразы, которые вам помогут. Так, и, конечно, буду повторяться, но такие основные важные вещи все-таки скажу. Первое, это с какими агрессивными факторами сталкивается человек, особенно женщины, потому что у женщин еще и больше стресса. Так, сама живу в невероятном ритме. У меня очень такие длительные бывают заезды на тренинги, ежедневно провожу мероприятия, большой выхлоп энергии, и я сама пользуюсь постоянно биодобавками, потому что они меня действительно дают энергию и подпитывают. Так вот, что у нас? Первое, это неправильное питание. Когда мы на ходу перекусываем, какие-то булочки и не совсем полезные вещи едим. Что происходит с организмом? Недополучает нужных веществ. Дальше. Хронические заболевания. Опять же, человек может не подозревать, что у него внутри органы работают неправильно. Это, опять же, как следствие влияет на внешний вид, на цвет кожи. Поэтому важно внутри еще подкармливать себя. Стресс. Стресс — это постоянные дедлайны. У нас решения многоплановых, многозадачных у нас такие дни бывают, когда совсем... Так, нехватка сна, недосыпание. Особенно это знакомо, наверное, молодым мамам. Сама молодая мама тоже постоянно недосыпаю. Что у нас еще? Вредные привычки. Сами себя отравляем периодически. Экология. Парения всевозможные в атмосфере, которые влияют. И бытовая химия. Это тоже важно. Будем об этом позже говорить. Как следствие, что происходит? Все это транслируется на нашем внешнем виде. И какие сейчас такие интересные, я тоже замечаю, вещи происходят. Люди как-то так расслабляются на два типа. Первый — это те, кто все-таки за здоровый образ жизни, за то, что нужно заставлять свой организм работать и молодеть. И второй тип людей — это которые пытаются маскировать. Особенно меня удивляет, когда девушке 25-26 лет начинают себя обкалывать ботоксом. И страшно просто представить, что будет с человеком в 40-50 лет. Во что превразится кожа. И такой еще как аналог, хотела привести пример. Что с нами происходит? Вот нет энергии. Утром проснулись, сонные, не хватает энергии. Мы берем и пьем кофе для того, чтобы себя тонизировать, немножко восстановить, взбодрить. В итоге кофе-то не решает основную проблему, почему у меня нет энергии. Это просто вот сверху дали какой-то эффект, организм продолжает дальше страдать, истощаться. Это приводит к более серьезным последствиям. Поэтому какие сейчас мировые тренды идут? Это здоровье, экологичный, здоровый образ жизни, экопродукты, косметика. Когда люди начинают задумываться о том, что как-то мы не так живем, и надо что-то с этим делать. И какая основная концепция? Обновление, а не бьютификация, которая маскирует. Когда человек здоров, у него что? Изнутри светится кожа, здоровый такой даже блеск глаз, здоровые волосы, ногти. И ничего не нужно маскировать, наращивать. Все и так хорошо выглядит. Поэтому что будем изначально разбирать? Это основные компетенции консультанта. Что должен уметь делать консультант? Первое – это консультант должен уметь знать свой продукт, быть профессионалом. Что такое профессионалом? Есть такое понятие, как мнение и факты. Мнение – это звучит примерно так. Я считаю, что это хорошо. Либо мне этот продукт нравится. Либо это очень хороший продукт, особенно интересный такой качественный. Это качественный продукт. Вот это мнение. Что такое факт? Вот интересные такие были слайды. Факт. Например, что определенный ингредиент кородуба, по-моему, или корососны. Корососны содержат в 20 раз больше витамина Е, чем пептиды. Вот это есть факт. Какая-то цифра, которая более понятна человеку. И вот настоящий эксперт, он должен хорошо знать свой продукт и понимать, в чем разница, разбираться. И самое важное еще – уметь донести правильно. Потому что человек, я как обычный потребитель, я не понимаю вот этих сложных терминов. И мало того, у меня нет времени в них разбираться. Поэтому консультант должен хорошо донести правильно до своего потребителя, что этот продукт даст, какую ценность он несет. Дальше. Уметь актуализировать потребности клиента. Что это такое? Невозможно человеку продать, не понимая вообще, какие у него такие ключевые задачи и потребности. Продать-то можно, но это, знаете, больше называется так. Вот у меня есть проблема, на тебе вот этот продукт, он тебе поможет. Очень важно разобраться, что именно беспокойщика, какие у него проблемы, какие задачи, как он хочет, чтобы у него было сейчас. Поэтому нужно уметь задавать вопросы. И, понимая потребности клиента, только в таком случае можно продать еще дополнительный комплекс, который ему поможет решить проблему в целом. Не просто залечить какие-то моменты, а полностью восстановить организм. И быть лицом бренда, конечно же. Очень хороший пример вы приводили. Это любить свой бренд, пользоваться ним. И когда вы его сами любите, используете, у вас есть результаты, люди это видят. И вам не нужно еще каких-то дополнительных фактов привлекать, потому что и так уже все видно. Ну и первое, с чего мы начнем, это выявление потребностей, какие вопросы нужно задать клиенту. Вот есть такое мое любимое выражение. То, что я знаю о своем клиенте, может оказаться намного полезнее того, что я знаю о своем продукте. Я вам приведу пример. Очень много работаю с компаниями, и консультанты допускают одну и ту же ошибку в основном. На простых таких примерах приведу. Человек звонит и говорит, я хочу купить бензопилу. А консультант у него говорит, вам нужно две лошадки или четыре. А человек говорит, а в чем разница? И консультант очень долго начинает рассказать, в чем разница между двумя и четырьмя лошадками. Ну, после того, как они определились, понимает, там две или четыре. Это мощность, да, лошадки это мощность. Потом он задает вопрос, а какая вам ширина шины нужна, 35 или 40 сантиметров? Человек опять говорит, а в чем разница? И опять долго начинает объяснять, в чем разница. Вопрос в том, что тут самое главное нужно понять, а зачем человеку вообще эта бензопила? Вот зачем она ему? Что он с ней собирается делать? Ему нужно пилить какие-то широкие деревья с большим диаметром, или ему нужно несколько веток спилить раз в год? Это совершенно разные задачи. Точно такой же пример вот как раз на днях был, когда сигнализация системы безопасности, и консультант спрашивает, вы хотите систему безопасности беспроводную или проводную? Да откуда я знаю? У меня есть задача защитить свою квартиру. Мне все равно она будет проводная, беспроводная. И начинается. А чем отличается? И у нас очень долгий разговор такой идет. И в этот момент уже вообще теряешь интерес к продукту. Поэтому что мы с вами сейчас делаем, это что нужно вообще спросить у клиента для того, чтобы актуализировать его потребности. Как понять? Вот я хочу вас попросить, пожалуйста, давайте покоммуницируем. Какие вопросы вы задаете? Общайтесь с человеком. Какие вопросы? Что можно спросить для того, чтобы понять, что его беспокоит? Какие у него задачи? Какой тип кожи? Какой у вас образ жизни? Совершенно верно. Это тоже очень важно. Какую проблему хотите решить? Еще. Есть ли аллергия? Да. Чем пользовались раньше? Отличный вопрос, который позволяет понять, почему человек отказался от того, чем он пользовался раньше. И мы можем подобрать ему тот продукт, который ему максимально подойдет. Отличный вопрос. Вы себе фиксируете вопросы? Чем пользовались раньше? Какие задачи хотите решить? Какой образ жизни? Еще какой-то хороший вопрос звучал. Какой эффект хотите? Какой хотите? Как ухаживаете вообще? Отлично. Есть ли у человека вообще время заниматься уходом? Или у него все происходит очень быстро, то есть какой-то там экспресс уход и все. Это тоже важно. Это тоже влияет на то, что предложить. Хорошо. Я вас попрошу записывать, потому что у вас этот список вопросов будет. И мы сейчас будем делать с вами упражнения, которые вам как раз позволят снять потребности. Дальше. А что вообще важно для наших клиентов? Какие они вам озвучивают такие свои, не то что сомнения, а какие-то вопросы? Вот что они вам говорят? Что для них важно? Я когда выбираю косметику, что для меня важно? Вот что вы слышите от своих потребителей? Результат. Я хочу увидеть результат. А какой результат человек хочет увидеть? Быстрый. Никто не хочет долго ждать. Да, быстрый результат. Хорошо, еще. Положительный. Цена интересует. Качество. Вот, кстати, качество очень интересный такой фактор, который важно правильно продавать. Что такое качество? Как понять, качественная продукция или нет? Что это такое вообще? Натуральность. Смотрите, вот мне как для потребителя непонятно, натурально это хорошо или плохо, или химически. Качество. Оно должно в чем-то измеряться. Нам надо сейчас выработать, в чем оно, это качество измеряется. В результате. Так, это тоже все характеристики у нас будут. Совершенно верно. Все хотят получить вот эти все ингредиенты, которые там есть. Что такое качество? Это сырье, из которого делается продукт. Но вопрос. Когда вы мне перечисляете, из чего сделан, и что он натуральный, а я все равно не понимаю, мне от этого будет хорошо или нет. Что это даст мне? Поэтому да, совершенно верно, это какой-то конкретный, видимый результат, видимые изменения в определении какого-то времени. Поэтому очень важно, если у вас еще какая-то статистика есть, чтобы вы могли сказать, да, что первый результат вы сможете увидеть через 2-3 недели, к примеру. Интересно, я только с витаминами, биодобавками работала, и прям на каждый конкретный препарат мы прописывали, сколько, через какое время человек сможет увидеть первый результат. И как он этот первый результат будет проявляться. Тоже важно описать. Что будет происходить со мной, что я пойму, что он у меня есть. Как пример, что будет происходить. Например, крем для лица. Мне важно увлажнение, к примеру. Что будет происходить, как я этот результат увижу. Устранение сухости. Гладким. Приятное на ощупь. Вы на ощупь уже сможете почувствовать, как оно стало более гладким. Еще. Здоровая кожа. Как здоровая кожа, что именно будет происходить? Без пигментов, будет более увлажненно. Я еще такой пример приведу. У меня кожа сухая, и я прям во второй половине дня начинаю ощущать, когда мне увлажненности не хватает. Знаете, как это происходит? Я когда улыбаюсь, у меня вот тут сразу все тянет. Поэтому вот это вот ощущение увлажненности на протяжении целого дня, это тоже очень важно для тех людей, кто в этом испытывает потребность. Что еще важно? Питание. Аллергии не будет еще. Говорили, хорошее такое что-то здесь. Пленки не будет неприятной. Да, то есть быстро впитывается, не оставляет каких-то неприятных ощущений. Отлично. И говорили еще про аллергию. Да, не будет аллергии. Те люди, которые склонны к аллергии, они об этом постоянно спрашивают. Так, и что транслирует компания White Mandarin? Какие ценности несет продукт этот? И мы будем сейчас переносить их в понятные человеку для него результаты. Потому что пока человек не увидит, что именно с ним произойдет после использования, он не доверяет. Поэтому первое – это воздействие на биосинтез основных структур белков и кожи волос. Кожа и волос. Что это такое? Что это за воздействие? Это опять же то, о чем уже говорили ранее, что клетки начинают работать сами. Они не подкармливаются, а начинают работать сами. Чем это лучше, чем синтетические всевозможные средства? Тем, что временный эффект. Сегодня я пользуюсь кремом, завтра не пользуюсь, у меня эффект мой теряется. Так, пробуждает их. Мощное оксидантное воздействие, основа защиты клетки. Интересный такой, я тоже слушала пример, конзим Q10. Только недавно узнала, что на самом деле его можно внутрь пить. Почему? Потому что говорят, вот видите маленького ребенка, там 4-5 лет. Вот у него очень много энергии, вот у него очень много конзима Q10. И чем человек старше становится, у него становится меньше. И, собственно, когда человек пьет его внутрь, как раз вот эта высокая энергия появляется. Так, и что еще важно, это то, что в одном препарате очень много составляющих. И их синергия дает правильный результат. То есть объединяясь компоненты, усиливают друг друга. И что будем рассказывать? Как важно человеку рассказать? Первое, это компоненты, какие есть компоненты в этом креме, к примеру, да, либо в этом средстве. Второе, какое действие дают эти компоненты, что они делают с вашей кожей. И третье, что вы получите в результате. Потому что действие это хорошо, но я хочу понять, что будет со мной после того, как я начну использовать. И, как пример, мы здесь прям приводили пример в табличке. Например, есть крем антиоксидантный для лица. Здесь у нас семь компонентов, которые содержатся. Мы перечисляем, какое действие оказывает каждый компонент. И результат, вы видите, тоже выписали. Семь пунктов, какой результат получает крем. Давайте я их озвучу. Это очень важно, потому что мы сейчас с вами будем тренироваться делать то же самое. Первое. Пиналумин. Экстракт швейцарской каменной сосны. Защищает коллаген от деградации. Очень хорошее наглядное такое видео было. Что происходит с коллагеном, когда его не хватает. Когда связи разрывается и очень плохо потом восстанавливается. Уменьшает покраснение при куперозе. Выравнивает тон кожи при возрастной пигментации. Как результат, это защищает коллаген от деградации. Самое главное его свойство. Результат, вернее. Вот это свойство, вот это результат. То есть клетки не разрываются. Дальше. Модукин-ТМ. Активные молочные полипептиды, которые подавляют воспаление, обеспечивают быстрое, успокаивающее и противовоспалительное действие. Что дает это человеку? Вот это ему непонятно. Вот эти все слова для конечного потребителя совершенно новые. Но что это дает коже? Это возвращает эластичность. Как понять эластичность еще? Как человек это сможет ощутить у себя? Более упругая становится. Лифтинг-эффект подтягивается. Отлично. Коэнзим-Кю-10. Эликсир молодости. Стимулирует рост фибропластов. Увеличивает выработку коллагенных волокон, эластина, гиалуроновой кислоты. Повышает плотность, эластичность, упругость кожи и поддерживает pH-баланс. Защищает клетки от свободных радикалов, УФ-излучения и гипосксии. Увеличивает степень гидротации. Что это в общем дает человеку? Уменьшает возрастную пигментацию, выравнивает тон кожи, убирает покраснение после раздражений. То есть вот это и есть результат, что я получу. Дальше. Масло Чаоль-Мугры. Сегодня первый раз тоже о нем услышала. Не думала, что оно настолько знаменитое. Это масло. Уникальный противовоспалительный, успокаивающий эффект, что особенно важно для чувствительной и проблемной кожи. То есть очень быстро снимает покраснение. Масло Андеробы. Усиливает микроциркуляцию, помогает в борьбе с возрастной пигментацией. Эффективно используется в косметике для возрастной кожи. Витамин Е. Крепляет барьерные функции кожи. Про барьерные функции тоже сегодня много было сказано. Повышает защитные свойства перед внешними факторами, такими как излучение солнечное. И чай Мачо. Уникальный антиоксидант. Имеет успокаивающие противовоспалительные и защитные свойства. Выработка коллагена, пептида в коже. Повышает защитную функцию. Предупреждает преждевременное старение. В итоге у нас 7 компонентов, которые каким-то определенным действием влияют на клетки. И дают человеку какой-то конкретный результат. И что важно, человек, который профессионал, он понимает, что происходит, за счет каких компонентов происходит действие. И умеет объяснить человеку, что будет происходить, что вы получите в результате. Можно вот эти все 7 пунктов еще подвести итог и сказать, что будет вообще с моей кожей после того, как я начну принимать. Вот можете одним предложением сказать, что будет дальше. Кожа станет здоровой, сияющей. Будете довольны. Самая-то основная проблема, да? Это нравится себе в отражении. Совершенно верно. Хорошо. То есть кожа становится более эластичная. Коллаген что дает? Защищает от деградации, значит, более упругая, эластичная. Здоровый вид, сияющая кожа. И быстро уменьшает воспаление, покраснение, то есть, опять же, кожа быстро успокаивается после каких-то воздействий. Так, и тут же сразу у меня есть вопросы, которые может задать клиент. Что самое важное? Когда вы понимаете, что эти вопросы есть, профессионал должен быть к ним готов. То есть я понимаю, что эти возражения могут возникнуть, значит, я вообще должна сама об этом сказать человеку, что это может быть. Первое. Крем имеет неприятный запах. Вот ваша задача сказать вообще об этом до того, как человек вообще это понял. То есть еще на моменте продажи. Что тут можно сказать? Что можно ответить? Отсутствуют искусственные компоненты. Что еще? Отлично. А вы раньше пользовались натуральной косметикой? Отлично. Техника вопрос работает. Замечательно. Вы раньше пользовались натуральной косметикой? Если человек говорит «нет», давайте я вам расскажу, чем она отличается. Потому что любая живая косметика будет иметь что? Ароматы те, которые, компонентов, которые содержатся в креме. Так, хорошо. Появляется высыпание после нанесения. Что это? Как на это ответить? Активная косметика. Лучше очищать перед нанесением. Так, хорошо. Хорошо. Человек неправильно использует. А как неправильно? Что он может неправильно делать? Я вам сейчас транслирую. Значит, человек может наносить крем, пока еще лицо влажное, еще не готово впитывать вещества, либо наносит неправильно, например, крем для лица, наносит под глаза. Много, да? Наносит слой сразу. Да. Это нужно не ждать, пока человек уже попользовался, пришел, да, и у него какое-то негативное. Это нужно сразу. Совершенно. Обратите внимание, что если у вас, например, в коже накопились какие-то вредные вещества, они у вас будут выходить вот в таком виде. И сработает. И еще тут важно, через сколько это пройдет плюс-минус. Сколько это может длиться? У кого опыт есть? Если близко расположены сосуды, они активируются, да, и становятся более заметны. И через сколько это проходит еще, скажите, пожалуйста? Через 15-20 минут этот эффект пройдет. Отлично. Тут важный момент. Если вы об этом не сказали, то у человека что? Страх. Что происходит? Продукт мне не подходит, у меня аллергия, и все, и бросает его. Так, что еще? Мало увлажнения. Вот мне недостаточно увлажнения от этого продукта. Пейте больше воды. Выдерживайте вы объем жидкости. Перед нанесением тонизировать тоника. Хорошо. Хорошо. На влажную кожу. Еще. Мало увлажнения. Можно наносить тоник в течение дня. Если у вас есть такая проблема, постарайтесь наносить еще тоник в течение дня. Отлично. Фиксируйте себе. Хорошо. Фиксируйте, пожалуйста. Очень хорошие примеры. Так. И последнее. Это остаток на дне баночки, который не достает дозатор. А еще важно объяснить, почему так происходит. Да. Да. То есть совершенно верно. То, что есть какой-то срок определенный. Уже лучше там не заниматься теми вещами. Это сигнал к тому, что пора обновить. Да. Более свежим. Так. Поехали дальше. Крем для тела, гидробаланс. Точно так же у этого крема 9 компонентов. Очень богатый состав. И опять же смотрим. Компоненты такие. Природные формы витаминов С, В, 5, К. Что они делают? Они дают мощное антиоксидантное действие. Нейтрализируют вредное воздействие свободных радикалов на клетки мембраны. Укрепляют стенки сосудов. Улучшают кровообращение. Эффективный способ для заживления ран. Убирают сухость и отечность. То же. Какое действие? И дальше. Что будет? Увлажненная кожа 24 на 7 благодаря удержанию влаги. Опять же, вы не будете чувствовать сухость. Кто страдает сухой кожей, он это ощущает. Дальше. Масло Чаульмугры. Обладает мощным антицеллюлитным действием. Запускает процесс липолиза. Прощепление подкожного жира благодаря активизации фермента липазы. Что доказано в европейских клинических лабораториях. Тоже такой интересный факт был, что используют Шесейду. Вот этот компонент. Так. Что дает он? Обладает противовоспалительным действием. При варикозе эффективен при возрастной гиперпигментации. Что он дает еще? Защищает от ультрафиолета. Контролирует пигментацию. Укрепляет иммунитет кожи. То есть наша задача переводить вот эти большие предложения в какие-то понятные предложения для наших людей. Шиповник. Отличается высоким содержанием. Форма ретинола дает глубокое увлажнение и омоложение. Мгновенно кожа становится гладкой и ухоженной. Давайте так. Пройдемся, что есть и что дает. Комплекс экстрактов. Топинамбур, подсолнечник, кожица, граната. Заживляет царапины, снимает воспаление от укусов насекомых. Масло мака. Подходит для всех типов кожи, даже для самой чувствительной. Тоже тут есть, кстати, УФ-фильтр. И СО2, экстракт акации, сквалан, масло персиковой косточки, масло кокоса, свежий аромат и приятная текстура. И теперь, какие возражения могут быть или какие вопросы могут быть у людей? Дозатор выдает маленькое количество крема. Как на него ответить? Отлично. Давайте сейчас озвучу всем. Необходимо нанести точечно, распределить по коже. Этого будет достаточно, чтобы кожа включилась в работу. Дайте поработать своей коже. Не нужно наносить обильным слоем. Хорошо. Еще пример. Что еще можно сказать? Косметолог говорит, что меньше окисляется, когда маленькими дозами вы наносите, и меньше препарат окисляется. Что еще? Не забивается кожа, а работает правильно. Слои дермы не забиваются кремом. Можно и так. То есть если можете наносить на непросушенную кожу, у вас легче будет нанесение. Отлично. Дорого. Это дорого. Как на этот вопрос ответить? Знаете, вот, кстати, есть такая техника, вопрос, когда говорят, по сравнению с чем дорого. Она немножко агрессивная. Можно тот же самый вопрос чуть-чуть мягче задать. Например, сказать, скажите, пожалуйста, чем вы пользовались ранее. Вот и все. И мы понимаем, чем человек пользовался ранее. И мы уже плюс-минус понимаем ценовую политику. И тогда можно сравнивать уже, чем пользовался ранее. Вы очень хорошо такую фразу сказали, что важно, что за эту стоимость это почти даром. А теперь давайте это скажем как-то более красиво, да. Вот, кстати, на очень долгое время. Тут еще очень важный момент. А на сколько? На полгода хватает 4-6 месяцев. Да, здесь очень много в этом креме компонентов. Поэтому, собственно, такая стоимость. И тут очень важно, какой результат я получу. Отлично. Очень хороший ответ. Если сравнивать с импортным аналогом с таким же составом, стоимость будет в несколько раз выше. Отличный ответ. Пожалуйста, зафиксируйте себе это, чтобы у вас это было. Если сравнивать с аналогами, это будет гораздо выше. В 10 раз. Когда мы можем сказать какими-то цифрами, это есть факт. Знаете, когда мы говорим надолго хватает, это есть мнение. А когда мы говорим на 4-6 месяцев, это факт. И точно так же тоже была цифра у вас хорошая, что какую-то вы цифру говорили об этом креме. Скажите, пожалуйста, еще вот кто озвучивал. На 4-6 месяцев еще была цифра. Не помните уже? 8 гривен в день, получается, использование. Хорошо. То есть оцифровывать, дробить очень хорошо. Это всего лишь 8 гривен в день. Но мне очень понравилось. Сейчас в 10 раз цена будет ниже, чем у аналогов. Так, хорошо. Человек говорит, не вижу разницу между молочком для тела и кремом для тела. А номинал, объем разный у него. Как ответить? Что тут сказать? Не вижу разницы. Молочко более жидкое, крем более концентрированный. Еще что можно сказать? Состав другой. Хорошо. Насколько? Сколько ингредиентов? Намного? В два раза? А в этом мы считали 9 только что. Мы его как раз разбирали. Там было 9, а тут 26 элементов. Отлично. Вот как аргументировать, например, там человек говорит, в чем разница? А мы говорим, этот более качественный. Так нельзя говорить, ни в коем случае. Что значит более качественный? Значит, у нас что-то есть менее качественное. Мы сразу же обесцениваем свой продукт. Разные технологические продукты. А что дают мне, как потребителю, чем отличается? В молочке больше воды. У молочка цель увлажнить после принятия душа. У крема задача какая? Восстановить. Тут аж 6 мы вывели результатов, которые дает крем. Видите? Увлажненная кожа 24 на 7. От ультрафиолета контролирует пигментацию, укрепляет иммунитет кожи. Мгновенно кожа становится гладкой и ухоженной. Царапины снимают воспаление и от укусов насекомых. Подходит для всех типов кожи. Свежий аромат, приятная текстура. То есть у него больше деятельности. У молочка это эффект увлажнения после душа. Так, хорошо. И быстро заканчивается. Вот говорили на 4-6 месяцев. Человек говорит, быстро заканчивается. Что сказать? Как часто вы используете? Да, и еще. Кожа полюбила. Да, возможно. Какое количество пользуется? Кожа полюбила. Еще вариант. Окисляется. Если долго его хранить, это значит, что его надо быстрее использовать. То есть не нужно его беречь, да? Поэтому это хорошо, что он у нас быстро расходуется. И очень хороший пример. Кожа полюбила его. Отлично. Так, давайте дальше. Шампунь серии «Целебные травы». Точно так же здесь у нас есть 5 компонентов. Экстракт пророщенных зеренов. Са, пшеницы, кукурузы, ячменя. Моющая основа. Растительный паф из масел и аминокислот. Экстракт шишек шмеля. Экстракт шалфея. Экстракт дикого алкогана. Что дает? Мы видим, какое действие. Питает, восстанавливает, укрепляет, стимулирует. Очищает бережно, улучшает структуру, возвращает силу и блеск. Улучшает обменные процессы. И предупреждает появление перхоти, выпадение волос. То есть тут такое очень мощное действие при выпадении волос и вообще стимулировании роста. Первое. Это эффективная борьба с выпадением волос, их укрепление и рост. Здоровая кожа головы, восстановление структуры и ухоженные, роскошные, сияющие волосы. Что можно, вот как еще одним предложением, можно сказать, что вы получите, используя этот шампунь? Здоровые волосы. Пышные. Чего хочется, да, чтобы волосы были что? Объемные, пышные, здоровые, эластичные, блестящие. Да. Так, хорошо. И сразу же тут у меня вопросы. При первом использовании кожа головы выглядит как немытая. Как вы использовали? При переходе с шампуней, в которых используется СЛС, у вас это как такой временный побочный эффект, это то, что волосы будут отдавать ненужные вещества, которые у него уже есть. А еще? Хороший ответ. Так, волосы жесткие с бальзамом. А еще волосы жесткие. У меня какие-то жесткие волосы. Что сказать? Больше наносить на корни и меньше. Как вам такой ответ? Принимается, нет? А еще давайте варианты. Волосы жесткие. Что сказать? Да. Отлично. Очень хороший пример. Когда человек моет волосы с шампунем и с силиконом, они у него что? Вытягиваются, имеют гладкую текстуру. И когда человек начинает, переходит на другой продукт, они у него выглядят, что? Изначально не так, как он привык их видеть. Ну, опять же, со временем этот эффект что? Устраняется. А через сколько? Через какое время? Всех по-разному. Плюс-минус. С нарастающим эффектом. И через месяц у вас уже вы увидите, что? Свой результат. Обязательно кондиционер? Либо да. Да, да. Что-то еще хотите сказать, да? Хорошо. Тоже как вариант, да. Можно предложить, например, если человек сразу вот такая реакция, можно ему предложить какой-то шампунь такой, как переходной вариант, да, что раз у вас сейчас вот так. Ну, с другой стороны, тут просто можно переубедить, что этот эффект, он, это ваши натуральные волосы, вот так выглядят, да, и через месяц у вас этот эффект пройдет. Все будет нормально. Дальше. Вымывает краску с волос. Что? Натуральный. Угу. А что можно сказать еще? Ну, вот вымывает. Ну, если вымывает краску с волос, это говорит о том, что он натуральный, глубоко работает, глубоко входит в структуру волоса, очищает волос. Поэтому в данном случае нужно именно комбинировать. Если свежепокрашенная голова, то брать менее, как бы, концентрированные шампуни. Хорошо. Необходимо защищать структуру волоса. Поэтому компания создала два продукта. Это маска и бальзам или тоник. Поэтому в данной ситуации, какой бы шампунь вы не пользовались, нужно пользоваться вот именно вторым компонентом. Отлично. Да, очень хорошо аргументировали, почему это происходит, что это натуральный, он хорошо очищает, проникает в структуру волос. При этом, если вы красите волосы, да, да, пожалуйста, используйте маску либо бальзам для защиты. И подбирать более качественную фарбу або натуральную, ну, что-то такие, барвники натуральные, потому что все, что мы делаем с шампунями, масками и бальзамами, это будет эффект нивелизироваться, так, ну, прибираться, потому что потом будет не качественная фарба. Почему тогда мить натуральным шампунем волосы, если мы потом его намачиваем какого-то, ну... Да, как рекомендация, пожалуйста, используйте, найдите компоненты натуральные в краске для того, чтобы вас минимизировать этот пагубный эффект на волосы. Так, отлично. И последнее, это не нравится аромат. У нас был, похоже, уже вопрос с кремом, да, не нравится аромат. У нас уже есть на него ответ. Давайте еще раз повторю, что пользовались ли вы до этого натуральной косметикой? Если нет, давайте я вам объясню, в чем разница. Если мы говорим о шампунях, то у нас есть пять видов, и каждый шампунь имеет свой аромат, поэтому подобрать всегда можно тот аромат, который вам будет более приятный. Отлично. Еще можно спросить, почему не нравится и какой будет нравиться, да, то есть какой аромат вам нравится больше, возможно. Так, хорошо. И последнее, это у нас молочко для тела детское. Точно так же много компонентов. Давайте пройдемся. Оливковый эмульгатор, масло сладкого миндаля, масло ши, масло зародышей пшеницы, ланолин растительный, витамин Е, алантаин и овсяное молочко. Какие дают результаты? Подходят, во-первых, с первых дней жизни, способствуют естественному развитию функции детской кожи ребенка. Саморегуляция, самозащита, самовосстановление, опять же, да, поддерживает необходимый щелочной баланс, снимает покраснение, воспаление, вызванное лучами ультрафиолета, и быстро впитывается, мягко увлажняет, устраняя шелушение. Незаменимый помощник по ходу за зонами под подгузником и складочками. Кожа ребенка, она очень нежная, и любые подпревания сразу же вызывают покраснение. Что можно сказать еще? Я считаю, что ребенку вообще не нужна косметика. Как переубедить вообще, как не допустить этого возражения? По сути, если оно звучит, это значит, что мы неправильно донесли эту информацию. Что можно сказать? У ребенка еще не разу это защитная функция кожи, естественная, и, соответственно, нужно помочь ему наоборот, чтобы не было пагубного воздействия окружающей среды. Воздух, к сожалению, у нас не чистый. Отлично, да. То есть у него еще в раннем возрасте не развиты функции? Маленьких деток купают в ванной, а вода у нас очень жесткая и хлорированная, поэтому обязательно нужно увлажнять кожу малыша с первых дней жизни. Отлично, хороший пример. У ребенка очень чувствительная кожа и при использовании подручных вот этих памперсов, пеленок очень часто и быстро возникают раздражения, которые иногда приводят даже ужасное состояние, вот типа как язвенное поражение, понимаете? Поэтому, чтобы этого не было, мы должны натуральными средствами восстанавливать структуру кожи ребенка. Отлично. Да, косметикой нужно пользоваться с первых дней постоянно. Я бы спросила так, а что вы вкладываете в понятие косметика? Потому что в моем понимании это просто ежедневный уход, который поможет малышу быть более здоровым, более счастливым. Да, что вы вкладываете в понятие? Отлично, техника вопрос. Все, есть еще идеи? Ну, достаточно раскрыли. Хорошо. дешево для такого качества. Хороший такой вопрос. Кто ответит? Ну, надо сказать, что это отечественный производитель, И у нас есть ряд возможностей, как нет растаможки, это одни. Мы не платим за доставку из другой страны, на этом тоже. У нас идет экономия, вот, и когда у нас собственный завод, мы собственные производители, у нас вся косметика и вообще все это производится на замкнутом цикле, а это и на этом этапе, вот, то, что на собственные заводы, собственные разработчики, здесь тоже есть большая экономия, то есть вот на этом не закладываются дополнительные проценты, то, что есть у других производителей, у других брендов, вот, именно поэтому мы имеем очень качественный товар при совершенно доступных ценах. Еще очень хорошо тут добавить все-таки цифры, например, аналог зарубежного бренда будет стоить с таким же составом, сколько? Есть аналог детского молочка французского бренда, он стоит 600 гривен за 30 миллилитров. Отлично, проводите вот эти аналогии, сравнение, не просто, что было бы дороже, а во сколько дороже, насколько бы оно было. Отличный пример. Еще, если бы знать, какая сумма, вот этот процент, например, наценки, который закладывается на таможенный сбор и на доставку, тоже, вот сколько? и на рекламе, рекламный бюджет, это вообще огромные бюджеты, которые закладываются в стоимость, да. Сейчас, секундочку, да. Не может быть в Украине такого хорошего продукта, я вот пользуюсь американской продукцией, вот там может быть, здесь, это как бы так, вот тоже нужно отвечать, я думаю, здесь стоит отвечать по поводу научных разработок, клинических, потом о том, что наши ученые это тоже мировой бренд, вот как бы во всем мире. Еще очень хороший пример был, что используются те компоненты, которые используются в каких брендах? Опять же, в зарубежных брендах, да, и эти бренды патентуют использование этих препаратов. Так, хорошо. И я покупаю косметику только в аптеке. Хорошо, давайте. Я отвечаю так, что на сегодняшний момент нельзя доверять только бренду или производителю. Надо быть грамотным потребителем, и поэтому рассматривайте всегда состав. Переворачиваю баночку, которую она купила в аптеку, и показываю, каких компонентов не должно быть. И показываю, что есть в наших, кремах и в чём их отличие. И очень часто всегда в косметических аптечных препаратах не больше трёх компонентов. Когда мы переворачиваем нашу этикетку, мы видим, что там активных компонентов больше 8-9, и каждый уже может делать реальные результаты в ту сторону именно натуральной косметики вайт-мандарин. Отлично. Называется техника. Давайте сравним и сравниваем. Хотели тоже что-то сказать, да? Аптека это не значит. Я громко скажу. Аптека это не значит. Это будет качественный препарат, потому что аптеки сейчас практически все частные, и туда продвигают те бренды, которые выгодно продавать быстро, и не отвечая за их качество. Потому что вы купили, вы назад его вернуть не можете уже, и рекламацию тоже сделать не можете. Поэтому то, что вы покупаете, когда человек консультант вам качественно расскажет, вы подберете именно то, что вам надо, и это будет не аптека, это не обязательно медпрепараты. Отлично. Спасибо огромное. Что мы с вами сейчас сделаем? Мы с вами попрактикуемся. У вас рядом есть коллеги, которые сидят с вами в паре. Поэтому, пожалуйста, сделайте пару и придумайте себе задачу. Какая у меня задача сейчас? Например, у меня кожа вот так реагирует на что-то, например, не хватает увлажнения, у меня не хватает подтянутости и так далее. Ваша задача позадавать вопросы, повыявлять потребности, чем пользовались ранее, какие задачи сейчас хотите решить. И попробуйте предложить продукт, используя как раз результаты, через какое время вы увидите результат и какой. Так, ну что, давайте поделимся. Рядышком есть у вас пара, сделайте, пожалуйста, пары. Задача в парах продать продукт. Вот один человек выступает консультантом, второй клиентом. Ваша задача задать вопросы и продать продукт. Ну что, готовы? Есть. А теперь поднимите еще, пожалуйста, руки, кому коллеги удалось продать помимо, например, какого-то средства, еще и биодобавку. Поднимите, пожалуйста, руки. Удалось кому-то еще предложить какой-то комплекс? Не успели? Окей, попробуйте, пожалуйста, теперь еще, учитывая проблемы человека, предложить еще какой-то комплекс. Хорошо? Я вас попрошу, тут еще после моего выступления будет уже перерыв, поэтому потерпите, пожалуйста, чтобы не было движения. Так, ну что, есть? Удалось? Поднимите, пожалуйста, руки, у кого удалось продать еще какой-то комплекс. Поднимите, пожалуйста, руки, у кого получилось. Отлично. Раз, два, три, еще, четыре, пять, шесть, семь, молодцы, восемь. Помимо основного продукта продать еще что-то. Есть. Ну так процентов тридцать. Хорошо, стоп, давайте остановимся. Увлеклись. Все, давайте остановимся. Есть. Что хотела такое важное сказать? Что хотела такое важное сказать? Это, конечно же, профессионал должен продавать все в комплексе, да? Это что? Это косметика, это биодобавки и бытовая химия. Можете привести пример, пожалуйста, кто вот услышал какую-то проблему, предложил помимо крема вот какой-то еще комплекс биодобавок? Что это было? Вот какая была задача у человека? Что вы предложили? Нет? Можете озвучить, пожалуйста, можете мне сказать, я сейчас гидробаланс, так, спрашиваем, какое действие? Можно микрофон, да? очень интересный пример. Спочатку? Да, 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 чтобы все слышали. Покупаем крем гидробаланс. Самым главным фактором стало использование других людей, то есть были такие-таки результаты, там ушла пигментация, там более увлажненная кожа стала, более ухоженная. Вот вот как, например, после загара очень активного человек использовал и почувствовал действие, почувствовал, что кожа не, ну, нет агрессивного воздействия, правильно? К нему можно посоветовать омегу, которая в первую очередь оказывает... Я прошу прощения, давайте, чтобы всем было слышно хорошо. Да. К гидробалансу можно советовать омегу, как средство, как добавку, которая помогает коже восстанавливаться, сиять, выглядеть более наполненной, ухоженной, и кроме этого она оказывает благоприятное воздействие и на волосы, и на ногти, то есть для женщин это вообще препарат номер один, добавка номер один. Спасибо вам огромное за такой пример. Еще кто может привести пример? Что еще продали? Давайте. Например, если есть человек, приходит с чувствительной кожей, у нее раздражение на лице, что мы можем как бы предложить? Во-первых, крем для чувствительной кожи, это у нас и можно говорить и апептидно, и о водорослевой линии косметики, потом всегда спрашиваю, а какими вещами вы используете для стирки вашего постельного белья, потому что очень часто аллергии идут от того, на какой подушке вы спите и чем вы ее постирали. Поэтому я всегда предлагаю перейти на стирку нашими средствами. Это бытовая химия GreenMax, либо порошок, либо для холодной стирки. Поэтому не будет оставаться бытовой химии на лице. Когда человек ночью будет спать, то не будет контакта с остатками бытовой химии. И вовнутрь я всегда при аллергиях могу говорить и о омеге, и о таком великолепном препарате, как макросорб, который убирает интоксикацию организма, выводит и дает микроэлементы, которые укрепляют нашу иммунитет и снаружи, и снутри. Спасибо за пример. Тут прям такая комплексная продажа. И внешние факторы, и внутренние. Отлично. Давайте еще один пример. Мы не встигли завершить диалог, но я надеюсь, что клиентка все-таки придбала. Просто я завжди, когда в данном випадке мы говорили про крем, я завжди стараюсь рекомендувати комплексный догляд, потому что можно мить милом, просто вмиваться, а потом наносить крем, и результату никогда не будет. Тобто потребен все правильные этапи и очищения, и тонизации, и тоди зволожения, чтобы добиться какого результата. И в данном випадке, если что-то обличие, то я всегда стараюсь рекомендувать все в комплексе, чтобы результат. результат. Спасибо. Что хотела такое важное, про бытовую химию часто можем забывать, да. Отлично, сейчас всем скажу, добра ежа, да, то, что у нас есть какие-то проблемы снаружи, значит, нужно опять же решать их изнутри, поэтому очень хорошо принимать комплекс биодобавок, который решает эти проблемы. Отлично, еще. Меня Наталка переконала купить овочевую норму, она мне сказала, что два ведра овочев я не съем за день, а одна столовая ложка овочевой нормы как раз насытить меня всеми поживными необходимыми речовинами. Это было коротко и переконливо. Если мы рекомендуем наш крем, который идет на основе морских водорослей, можно сразу же рекомендувать зеленую формулу, которая изнутри будет улучшать все наши процессы. Комплексное улучшение. Кожа как с внешней стороны улучшается, так и изнутри благодаря хорошей работе наших органов правильной. Что я хочу важное, чтобы вам запомнилось, это то, что человек не является экспертом в компонентах, составляющих, он не разбирается в этом. И когда вы ему говорите терминологии, что там, например, в составе есть вот это и это, он не понимает, что это. И вообще, что это даст конкретно мне, потому что разработок очень много, а что действительно будет мне эта полезная линия. Тоже что-то хотели сказать, давайте я вам передам микрофон. Передайте, пожалуйста. Когда мы говорим о комплексном употреблении всего, косметики, биодобавок и доходим до бытовой химии, мы вспоминаем о стиральном порошке, который стирает чисто наши вещи и не дает никаких побочных эффектов. Мы должны не забывать о моющих средствах, те, которые на посуде у нас остаются от бытовой химии, остается столько гадости, мы ее употребляем очень много. После нашего моющего средства, которое экологическое, мы не будем употреблять вовнутрь хотя бы ту гадость, которая есть в воде и в бытовой химии плохой. Очень такой хороший мне пример Мирослава как раз приводила, что даже, например, человек помыл поверхность на кухне, положил туда яблоко, оно было вымыто какими-то средствами, потом мы это яблоко едим и нам эти все компоненты попадают внутрь на желудок, и потом мы удивляемся, почему у меня со здоровьем не очень хорошо и, соответственно, такой же внешний вид и самочувствие. Поэтому очень важно, да, не забывайте об этом. Еще я хотела, мы об этом уже проговорили, хотела еще так, очень важно, фразы, которые отталкивают клиента. такие ошибки, которые я слушаю на протяжении своей деятельности, сама как клиент с ними сталкиваюсь. Почему это важно? Если мы говорим какие-то фразы, которые человека отталкивают, нам сложнее с ним мостик доверия выстроить и сложнее что-то продать. И вот я их собрала, давайте попробуем с вами тоже поискать выход. Если вы аллергик, то лучше не рисковать. Вот, например, человек говорит, я аллергик, я боюсь, натуральные компоненты. Что можно сказать? Почему нельзя говорить, если аллергик, то лучше не рисковать? Давайте потестируем, совершенно верно. Ну, крема мы тестируем на предплечье или за ухом. Человек увидит минут через 15-20, если есть покраснение. Но этот крем не подходит. Тестируем другой. Через день, через два. Отлично. Давайте просто протестируем. Хорошо. А почему же... Это вот фраза, которую мы говорим клиенту, например. А почему же вы раньше не сказали? То есть ее говорить нельзя. Давайте разберемся, в каких ситуациях это. Почему же вы раньше не сказали? Например, мне человек что-то сообщает такое, что было для меня важно на этапе принятия решения. Он мне об этом не сказал. Например, он говорит, а у меня аллергия на вот этот компонент. А я ему говорю, а почему же вы раньше не сказали? Как из этой ситуации выйти? Да, спасибо, что сказали. Ну да, в таком случае нужно не наехать на человека, который сообщил какую-то деталь, а просто поблагодарить. Спасибо, что сказали, что у вас есть аллергия, тогда вам лучше подойдет какой-то другой ингредиент. Отлично, да, хорошо, что вы об этом сказали, либо хорошо, что вы об этом сказали заранее. Так, вы меня неправильно поняли, я вам такого не могла сказать. Это когда клиент мне говорит, ну вы же сказали то-то. Я говорю, нет, я вам такого не могла сказать, вы меня неправильно поняли. Как из этой ситуации выйти? Давайте разберемся. Так, хорошо, еще. Здесь можно… Да, да, у кого-то уже микрофон есть, да? Давайте мы еще раз проговорим этот вопрос и уточним, что вы имели в виду. Вот смотрите, лучше вообще не говорить «давайте еще раз проговорим этот вопрос». Знаете почему? Я вам задам вопрос, а вы мне ответите, что вы имеете в виду. Что вы имеете в виду? Просто начинайте вопросами, давайте проговорим, что вы имеете в виду. Знаете почему? Когда мы говорим «еще раз», это подразумевает, что у нас человек с первого раза не понял. А может быть и не понял человек, не услышал. Лучше об этом не концентрировать внимание, мы тогда на его умственные способности немножко намекаем, такие, как будто он с первого раза не понимает. Так, хорошо, такого не может быть. Человек вам сообщает какой-то такой факт, которого не может быть. К примеру, у меня вот это вот произошло, вы понимаете, что такого не могло быть? Дуже цикаво. Расскажите детальнейше. Отлично. У вас раньше вы с таким сталкивались? Отлично. Вы знаете, можно это вот говорить так. Вы знаете, впервые сталкиваюсь с этим. Расскажите, пожалуйста, что именно произошло, как у вас это было. Действительно нестандартная ситуация, первый раз с этим сталкиваемся. Так, в принципе, неплохой вариант. Человек говорит, а точно неплохой? Ну, в принципе, неплохой вариант. Можно еще вот этот неплохой вариант тоже рассмотреть. Либо неплохо работает. Это такое слово «поразить» — неплохо, неплохо работает. Как с ним быть? Что тут нужно говорить? Замечательный. Хорошо. Еще. По его потребностям, да? Отлично. То есть просто предлагать. Можно рассмотреть вот такой вариант. Можно вот такой. Мы не оцениваем. Вот эта связка, в принципе, она уже обесценивает. И слово «неплохой» точно так же. Поэтому у нас нет неплохих. Неплохой — сразу какое-то обесценивание идет. Вот это тоже про то, что я говорила. Эксперт — это тот человек, который говорит фактами. А мнение — это «мне кажется», «я думаю» и «наверное». Например, у вас спрашивают. Да, такая какая-то неуверенность. Как это заменить? Задают какой-то вопрос, я говорю. «Мне кажется, что да» или «я думаю, что да». Вот смотрите, я уверена, у меня есть практика. Вот я уверена, это тоже мнение. А давайте теперь практика и результат — это какой-то конкретный пример. Вот давайте про пример расскажем. У меня был пример, когда пришла клиентка с проблемной кожей. Через месяц она уже увидела результат. Вот это будет уже конкретный какой-то факт, который произошел. Поэтому, конечно, лучше на примерах из опыта. Так, пока никто не жаловался. А точно там не будет того-то, а точно не будет того-то. Пока никто не жаловался. Кто хочет? Клинические исследования доказывают, что если у вас нет аллергии на компоненты, никаких побочных эффектов у вас точно не будет. Отлично, это факт. Клинические исследования, да? Пока никто не… Клинические исследования доказывают, что да. То есть если нет, что а вдруг, да? Да, можно, да, совершенно верно, можно не использовать. Просто клинические исследования доказывают, что… Дальше фраза «я вас услышала». Почему она не очень такая приятная в коммуникациях? Отталкивающая, да? Хотя очень многие учили эту фразу использовать. Я вас услышала. Кстати, у меня такой интересный пример есть, тоже с косметикой работаю. У них такое было правило подытоживания. Вот, например, человек говорит, я хочу шампунь, который бы увлажнял волосы, и они там, например, были блестящие. И задача консультанта была спросить, я правильно вас поняла? Вы хотите, чтобы шампунь увлажнял волосы, и волосы были блестящие? Я говорю, а зачем вы это делаете? Вы же этим отталкиваете. Ну, вот у нас такое правило. Точно так же, как и была фраза «я вас услышала», одно время вводили ее все, но она отталкивающая. А как сказать по-другому? Вот, допустим, знаете, человек говорит, меня тот-то-то-то там интересует. Да, вы говорите, хорошо, давайте покажу такой-то вариант. Без «я вас услышала». Угу, хорошо. Дорогой дороже, дешевый дешевле. Я вам могу предложить вариант, но он будет дороже. Либо, да, у нас… Вот еще слово «бюджетный» меня прям коробит всегда. Я вам могу предложить вариант, он будет более бюджетный. Угу. Беспроекшный вариант – это благодарность. Спасибо за ваше мнение, спасибо за ваш отзыв, за обратную связь и так далее. Человек чувствует свою ценность, и можно еще сказать, что компания прислушивается к мнению потребителей, и, ну, просто поблагодарить. Угу, хорошо. Это в том случае, если клиент так говорит. А если вы говорите «дорогой дороже», как сказать это правильно? Можно спросить человека, на какую сумму он рассчитывает приобрести товар. Вы знаете… Этот вариант тоже. Можно в том случае, если вы, например, видите, что вы уже что-то предложили, а он сомневается, можно тогда немножко по-другому обыграть. Можно сказать, плюс-минус сориентируйте, в каком диапазоне, например, но вот мягче, да, не просто на какую сумму. Вообще «дорогой дороже» фразы использовать и «дешевый дешевле» нельзя, потому что мы таким образом оцениваем продукт. Мой продукт дешевый или мой продукт дорогой. Важно говорить «цена» немного ниже, либо «цена» немного выше. То есть мы смещаем фокус с цены. И вообще лучше на этом не концентрироваться, просто я вам хочу предложить другой продукт с другим составом или, например, с другим действием или с другими компонентами. Вообще не акцентировать на цене. Так, про бюджетное сказала. Я без понятия первый раз об этом слышу. Вот мне кто-то там сказал, были отзывы негативные. Говорите, я без понятия вообще первый раз об этом слышу. Отлично. То есть надо просто выявлять, что, откуда взял. Да, давайте, вы знаете, опять же, впервые сталкиваемся с таким отзывом. Расскажите, для нас это очень важно. Что именно случилось? Да, наоборот, спасибо за то, что вы нам об этом сказали. Для нас это очень важно. И в процессе разбираемся, что сделали не так. Так, да, к сожалению, у нас такие условия. Да, к сожалению, у нас такие условия. Вообще слово «к сожалению» не используется. На сегодняшний день у нас наилучшие условия. Да, знаете, часто такое бывает. Вроде бы и хорошие условия, а консультант так скажет, что да, к сожалению, только так можно. Да, и человек сразу… Да. Так, сброшу скину. Например, я вам сейчас на Viber, мне нравится так, накидаю информацию, либо сброшу информацию. Почему нежелательно говорить так? Мы обесцениваем свой продукт. Получается, сброшу скину. Это какой-то непотреб. Сейчас я вам накидаю, да, вариантов. А как можно заменить? Вышлю. Вышлю, отправлю информацию. Да, не обесценивайте, потому что это тоже звучит так очень непрофессионально. Так, вы должны. Как сказать человеку, что для того, чтобы… Вы можете. Вам нужно, вам необходимо. Еще перед этим всегда должна быть связка, для чего это человеку. Для того, чтобы вам необходимо сделать вот так. Или вы не могли бы сделать вот так. Необходимо, да. Тут лучше сказать, нам необходимо от вас получить вот это. Предлагаю. Да, хорошо. И вы про меня не забыли. У меня такое недавно было. Мне так написали, я думаю, как. Так, например, когда это вы так обращаетесь к клиенту. Клиент должен дать ответ, например, а он его не дает. И вы ему пишете, вы про меня не забыли. Ваши пытания, чье? Кто? Можно так? Скажите, пожалуйста, для вас актуально еще вот это? Еще как можно. Давайте еще фразу. Ну так тоже, смотря какая степень близости отношений. Если близкие, то можно тогда. Так. И хорошо подумайте, если что, обращайтесь. Это та ситуация, когда человек уходит, говорит, мне нужно подумать. Не определился. Хорошо подумайте, если что, обращайтесь. Отлично. Мне очень нравится как раз продолжать диалог. Потому что когда человек говорит, я подумаю, скорее всего у него остались еще какие-то сомнения. Поэтому я так и говорю, скажите, пожалуйста, возможно, у вас еще есть какие-то вопросы. Может, вам еще что-то подобрать? И тогда человек озвучивает, что истинное свое возражение. Он говорит, да, еще мне нравится. Скажите, может быть, вас что-то смущает? Может быть, вам что-то еще рассказать либо подобрать? И человек отвечает на этот вопрос. Никогда еще не было негативного какого-то ответа. Так, и, по-моему, у нас уже последний слайдик, буквально две минутки. Так, давайте вот такие самые важные фразы. Это очень индивидуально, не могу ничего обещать. А точно ли у меня через неделю будет результат? Это очень индивидуально, не могу ничего обещать. Как сказать? У кого есть идеи? Практика показывает, что и какой хорошо работает, и через сколько увидите результат. Через две недели вы уже сможете увидеть первый результат. Старайтесь цифрами говорить, какими-то сроками. Так, давайте вот это еще. Я вам еще раз повторяю, либо я же только что сказала что. Например, у меня такой был пример. Косметолог мне такую вещь говорит, удаляем сосуды. Она мне говорит, надо пользоваться солнцезащитным кремом таким-то. И предлагает мне купить у них. А я говорю, у меня есть дома с таким фактором. Она мне говорит, я же вам только что сказала, что там должен быть вот такой компонент и такой. Ну человек вроде как хотел допродажу сделать, но он отбил все желание своей интонации. Человек что-то не услышал, что-то недопонял. Как обыграть? Возможно, скажите, вы там смотрели, что есть в составе? Потому что важно вот это. Вообще вот эта фраза, она провокационная, ее вообще никак нельзя менять. Вот если человек что-то не понял, не услышал, просто спокойно, еще раз, но самое главное, без интонации. Да, там входит вот это. Вот нельзя так говорить. Надо только спокойно, ровно повторить со спокойной интонацией. Еще такое важное. В смысле. Вот тоже у меня был такой пример. Захожу в магазин один известный и говорю, девушка, мне нужна серия для волос, чтобы выпрямляла волосы, но не утяжеляла. Она на меня так смотрит. В смысле? Вообще-то она просто имела в виду, вы хотите для ухода или для укладки, но звучало это очень нехорошо. Как быть, если человек что-то говорит, и вы не понимаете, что он хочет? И повторите свой вопрос, тоже жестковато будет. Что вы имеете в виду? Либо уточните, пожалуйста, вам для каких целей. Вот это вот отлично. Для каких целей? Уточните, пожалуйста. Так, вы мне изначально говорили, у нас был похожий, давайте еще посмотрим. Когда вы сможете определиться? Вот тоже фраза такая, не очень. Тоже человек ушел думать, говорит, я подумаю, когда вы сможете определиться. Давайте я вам напомню о себе, да, можно ли я вам напишу через... Вот вопроса можно, можно просто давайте я вам о себе напомню, когда вам можно будет о себе напомнить. Еще какие варианты? Хороший, в принципе, ответ, да. Что вас смущает, тоже можно, да. Ну вот опять же идти в разговор. Пожалуйста, не за что. Вот это вот тоже такой бич. Человек говорит спасибо, например, за консультацию. Говорите, пожалуйста или не за что. Почему нельзя использовать? Приходите... Обесценивание, во-первых, своей экспертизы. Раз, это когда мы говорим, не за что. А пожалуйста. Да, то есть оно вроде бы как не продлевает дальше контакт. Да, то есть мы обрубили и все. Что говорим? Спасибо вам за обращение. Буду рада видеть вас снова. Давайте я вам отправлю на Viber варианты, которые мы с вами рассматривали. Кстати, очень хороший инструмент переводить людей в Viber дальше. Давайте я вам отправлю информацию. Так, и давайте уже вот это последнее. Это так уж и быть, мы пойдем вам навстречу. Это когда человек чем-то... Была какая-то рекламация, он пришел с какой-то жалобой, и мы ему готовы пойти навстречу. И мы говорим, так уж и быть. Так уж и быть. И да, очень жаль, что так получилось. Мы готовы решить этот вопрос вот так. Для нас очень важно. Я хочу вас обрадовать. Фирма пошла вам навстречу, и плюс еще дала бонус. Прекрасно вообще. На такой позитивной ноте. Так, ну что, у нас с вами все. Я вам желаю успешных продаж. Хороших клиентов, которые разделяют ваши ценности. Удачи вам. Спасибо.